Всем привет! Сегодня четверг, 25 мая. Вы смотрите канал Ходорковский Лайв, программа Труба. Меня зовут Кирилл Седов. Хочу вас сразу попросить, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Все это помогает нам в нашей работе. Со мной на связи Михаил Крутихин. Рад вас видеть, Михаил Иванович. Добрый день. Вот одна из, наверное, главных нашумевших новостей на нефтяном рынке. Рейтер сообщает, что власти России рассматривают возможность запрета на экспорт бензина из страны, чтобы не допустить дефицита топлива и роста цен. Минэнерго уже ответила, они сообщили, что полного запрета не будет, но какое-то ограничение возможно. И вот здесь я у вас хотел спросить, откуда дефицит и что будет с рынком? В случае ограничений. Ну, нефтяные компании российские увидели, что после введения потолка цен, после введения санкций на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, проще, намного проще и выгоднее продавать сырую нефть, а не нефтепродукты. И стараются свою добычу по максимуму отправить морем за границу, но не на российские внутренние нефтеперерабатывающие заводы. Вот как. И поэтому заводы, часть из них, часть мощности на летнюю профилактику была остановлена, а часть просто недополучают нефть, чтобы обеспечить внутренние потребности. И в министерстве энергетики поняли, что в результате может возникнуть некоторый дефицит моторного топлива, и надо будет вводить ограничения на его экспорт для того, чтобы хватило диз топлива и бензина внутри страны. Хорошо. Если действительно сейчас будут эти ограничения, насколько это действительно как-то разрулит эту ситуацию? Ну, мы уже видим, что цены, биржевые цены на бензин очень сильно выросли, потому что бензин стал превращаться в дефицитный товар. А раз цены подрастают, значит, нефтяным компаниям не так уж выгодно его реализовывать на внутреннем рынке, поскольку цены российское руководство пытается сдерживать на АЗС. Цены сдерживаются, налоги растут, акцизы два раза в год повышаются, цена бензина повышается. То есть, судя по всему, для того, чтобы сводить концы с концами, нужно или получать от правительства компенсацию какую-то в виде так называемого демпферного механизма, который и так уже несколько сократился, ограничился в действии, либо повышать цены на АЗС. Вот я думаю, что независимые, особенно владельцы АЗС, которые не связаны напрямую с нефтяными крупными производящими нефть компаниями, а вынуждены покупать топливо на биржевых условиях или у каких-то крупных нефтеперерабатывающих заводов, вот они должны будут повысить цены на бензоколонках. То есть, сам по себе запрет на экспорт бензина и топлива, он ничего не даст, правильно я понимаю? Как-то разочетать ситуацию может только повышение цен, да? Ну, оно произойдет естественным образом, чтобы бороться с этим. Был придуман механизм демпфера, то есть, из государственного бюджета нефтяным компаниям выделяли некую компенсацию, то есть, все абсолютно российские налогоплательщики, не только пользователи автомобильным транспортом, вынуждены были компенсировать что-то нефтяным компаниям. А механизм этот чуточку подстрогали, сократили, и это не понравилось нефтяным компаниям. Но вот сейчас, когда происходит такое, ну, гуляя рванина, то есть, давайте-ка мы эту сырую нефть сколько можем, столько будем отправлять на экспорт, а черт с ним с внутренним потреблением. Вот в этой ситуации, конечно, может возникнуть дефицит. Скажите, еще есть один аспект. Летом обычно НПЗ, как я понимаю, уходят в отпуск очень многие. Это как-то усугубит ситуацию с дефицитом топлива, скорее всего? Да, да, это не только летний отпуск, это еще и профилактические работы на НПЗ. Вот они, когда поняли еще к тому же, что у них может не хватить сырья для продолжения работы, они встали в некоторой мощности, не все, естественно, потому что по графику они обычно встают, но в данном случае увеличился простой нефтеперерабатывающих заводов, потому что нефть идет в сыром виде за границу. Хорошо, еще переходим к важным новостям. В частности, продолжаем мы сериал про Северный поток, кто же его на самом деле взорвал. Вот сейчас такой консорциум из польских, немецких и датских СМИ представил исследование, в котором они доказывают, что немецкое следствие сейчас изучает возможную причастность нескольких украинцев к взрыву Северного потока. Вы в эту версию верите? Да нет, конечно, потому что это про развитие той самой старой версии, когда придумали какую-то яхту, на яхте вот один капитан, он же матрос, он же штурман и бог знает кто, его подружка, два водолаза и два приятеля водолаза, которые обеспечивали якобы погружение. Но для того, чтобы взорвать вот в трех точках, да еще и разнесенных на известную дистанцию между собой, на глубине 70-80 метров взорвать и здорово взорвать защищенные оболочками газопроводы, как объяснили датские исследователи, то это операция, которая была проведена государственными структурами, а не какими-то вот двумя нырячечками с яхты. Андромеды, или как там вы придумали эту яхту? Это утка очередная, которую запустили. Пока до сих пор никто ничего определенного, доказательного по поводу этих взрывов сказать не в состоянии. Если это действительно утка, то кому она выгодна? Выгодна ли она Москве? Нет, ну, естественно, Москве выгодна, потому что мы видим, что очень часто западные средства массовой информации получают откуда-то данные явно подсунутые. Ну, вот организованная утечка, да не утечка, а просто фальшивки подсовывают. Можно сделать так, что фальшивка будет выглядеть очень убедительно, если у человека голова не работает. В последнее время я очень часто вижу и заявления крупных российских руководителей, которые адресованы не думающей аудиторией, а аудиторией, которая готова во все поверить. Начиная с карты 17 века, на которой не существовало Украины, хотя на этой карте как раз Украину-то и нашли, она там написана. И вдвоем с председателем Верховного суда российский президент не мог рассмотреть и прочитать надписи, которые там есть. А вот Крым-то там татарский оказался, а как таковой Российской империи там, в общем-то, не хватало на этой карте. И это же не для думающих людей, вот эти все запускаются утки и делаются идиотские высказывания. Это для аудитории, которая не способна связать причину со следствием и верит во все, что по телевизору ей говорят. Вот также в точности эти версии запускаются в расчете на неискушенную аудиторию, на тех, кто... Ну, голова не работает. Вот и все. Вот как раз по поводу заявлений по телевизору Минобороны России заявило, что украинские морские беспилотники атаковали российский разведывательный корабль под названием «Иванхурс». Корабль был атакован в 140 километрах к северо-востоку от Босфора. И занимается этот корабль тем, что обеспечивает защиту турецкого потока и голубого потока. Украинская сторона этот инцидент пока никак не прокомментировала. Отсюда вопрос, выгодно ли Украине теоретическая атака на турецкий поток, как вы считаете? Ну, я думаю, что там никакого смысла в этом нет, потому что, во-первых, это атака не на газопроводы, это атака на военно-морское российское судно. Но, да, это, поскольку Россия ведет войну против Украины, это совершенно легитимная цель. Да, ее нужно уничтожать тем, кто подвергся допадению. То есть, одна из защищающихся стран в этой войне должна была атаковать российское военное судно. А вот в то, что вот это судно, оно защищает подводные газопроводы, вот в это я уже не верю. Во-первых, они не нуждаются в защите с поверхности, там глубина моря в некоторых местах для этих двух газопроводов. Северный, турецкий поток и голубой поток, она доходит, она превышает 2 километра. То есть, как их защищать с поверхности моря? И потом они разнесены, это разные трубы, они идут по разным маршрутам совершенно. И вот это одно несчастное судно, которое должно якобы их защищать. А как? И что там делать? Защищать-то во всей акватории Черного моря? Ну, это глупость очередная. Очередная утка. А если в теории рассматривать взрыв турецкого потока, каким-то образом он может улучшить положение Украины, как вы считаете? Вот сейчас Турция перестает получать российский газ. Что-то меняется для Украины? Ну, во-первых, Турция получает российский газ и по второму газопроводу. Там не одна нитка, это голубой поток, уже давно работающий. Во-вторых, турецкий поток, это тоже 2 нитки. По одной нитке получает Турция газ, ну, где-то примерно 16 миллиардов кубометров в год. А вторая нитка, она идет до болгарской границы, где начинается так называемый Балканский поток. Этот Балканский поток, там два главных клиента. Это Венгрия и Сербия. Немножко по этому же маршруту получают Греция и Северная Македония, но главным образом там вот Венгрия и Сербия сидят. Ну, если прервется прокачка через турецкий поток, да, будут проблемы у Венгрии. И Венгрия, кстати, в этом прекрасно, она понимает, что надежды только на одну Россию, этой надежды явно недостаточно, тем более Газпром показал себя ненадежным поставщиком, способным по политическим причинам прекратить поставки, что мы уже много раз наблюдали. И Венгрия уже ищет других поставщиков, собирается заключить контракт с поставщиками сжиженного природного газа из Катара, и поэтому, ну да, какой-то перебой в снабжении вот этих двух стран Сербии и Венгрии может случиться, но я не верю в то, что там кому-то интересно и кому-то выгодно взрывать эти газопроводы на дне Черного моря. Хорошо, продолжайте ему Турции, совсем скоро второй тур президентских выборов в этой стране, и вот сейчас кандидат в президенты Турции Кемаль Кылыч-Дароглу сделал любопытное, на мой взгляд, заявление по поводу как раз проекта газового хаба Турции с Россией. Он сообщил, что этот проект, если он будет реализован, он усилит зависимость Турции от российского газа. И вот здесь необходим ваш комментарий, Михаил Иванович. Скажите, это такая предвыборная риторика, простительная, кандидату в президенты Турции, либо действительно есть какая-то зависимость Турции от российского газа, которая непременно усугубится, если газовый хаб будет построен? Ну, уже как-то нехорошая традиция стала, я все время опровергаю какие-то вот утки или просто заявления, которые делаются в разгар предвыборной кампании и так далее. Что такое хаб? Хаб Турции был нужен как приманка для Путина. Вот давайте мы вам построим ваш долгожданный хаб на территории Турции, заявил Эрдоган фактически Путину, а вы нам за это, во-первых, отложите плату за российский газ до 2024 года, а во-вторых, еще сделайте хорошую, там чуть ли не 25%, еще одну скидку по цене российского газа. И тогда у вас будет хаб. А что такое хаб? Хаб – это торговая площадка, на которой газ, поступающий из нескольких источников, распределяется по нескольким направлениям. Турция уже превратилась фактически в технический хаб. Туда поступает газ из России, это первое, самые большие объемы газа, из Азербайджана, из Ирана, иранский газ и отчасти туркменский газ, который иранцы получают, потом перепродают. Затем Турция получает довольно много сжиженного природного газа и расширяет свои мощности по его импорту. Есть надежда у Турции получить газ, ну, правда, призрачная пока надежда, из Восточного Средиземноморья, там, где его добывает Израиль на шельфе Средиземного моря. Так что у Турции сразу несколько источников получения газа, и дальше она может его распределять. Ну, во-первых, она через болгарскую границу может распределять его. Вот недавно совершенно открылся маршрут, в котором «Газпром» не принимает никакого участия. Это маршрут, развернули газопровод, который поставлял в Турцию российский газ через Украину, Молдову, Румынию и Болгарию. Вот этот трансбалканский газопровод, его развернули, и он сейчас совершенно спокойно работает в направлении Румынии. Дальше он может технически поставлять газ для украинских и молдавских потребителей, и он дальше идет в сторону Венгрии и Сербии. «Газпром» там никак не участвует. Единственная небольшая доля «Газпрома» в выходе газа из Турции – это вот та самая нитка, которая подходит к болгарской границе, где начинается балканский поток болгарский. Это 16 миллиардов кубометров в год. Больше России там рассчитывать не на что, и поэтому считать, что вот каким-то образом российский газ в этом хабе сыграет какую-то важную роль, ну нет там планов увеличения прокачки российского газа в направлении Европы через Турцию. Это первое. А второе. Хаб – это торговая площадка. В Турции торговую площадку для Евросоюза никто создавать не собирается, и европейцы еще в 2014 году, в декабре, объявили, что хаб за пределами Евросоюза для Евросоюза не имеет никакого смысла, значения, и никто не будет им пользоваться. Поэтому хаб – это мечта российского президента, на которой очень хорошо сыграл президент Турецкий. Продолжая тему газа из России в Европу, Венгрия, которая, как известно, тормозит принятие многих санкций ЕС в отношении России и вообще выступает последним таким союзником Владимира Путина в Европе, и вот эта самая Венгрия сейчас ведет переговоры с Катаром о газовых контрактах долгосрочных. Об этом сообщает Блумберг. Как это можно прокомментировать? Такой нож в спину Владимира Путина и Кремлю от Венгрии, что не устраивает Венгрию? Ну, когда у нас говорят, что Венгрия такой союзник Путина, что она срывает санкции, там одно условие принятия этих санкций у Венгрии. Знаете что, вы, пожалуйста, там в России наш один банк, который вы записали в пособники российского терроризма, из этого списка уберите, и тогда мы согласимся вот со всем набором, так называемым, 11-м набором санкций. То есть там все гораздо проще. Что касается диверсификации поставок газа в Венгрию, то это логично объясняется. Они только-только вот сейчас венгеры заявили, что вы посмотрите, мы на 50% наше энергоснабжение зависит от России. Это много, мы хотим разнообразить. И поэтому начаты переговоры, во-первых, с теми компаниями, которые могут газ из Катара поставлять, а в Европе это довольно просто, потому что можно получать этот газ от трейдеров на многих терминалах, а затем внутри Европы трейдеры его распределяют и доставляют в любую европейскую страну. Там уже сейчас при наличии интерконнекторов между странами все становится гораздо проще. И поэтому это нормальное поведение руководителя страны, которая не хочет зависеть от монопольного поставщика. Все правильно делают. Переходим к теме нефти. Про газ уже, наверное, достаточно. В Вене 4 июня состоится встреча членов ОПЕК+. В связи с этим событием министр энергетики Саудовской Аравии, наследный принц Абдулазиз бин Салман сделал очень любопытное заявление. Он заявил, что трейдерам, которые играют на понижение, стоит поостеречься перед новой встречей ОПЕК+. И вот сейчас позволю себе цитату. Как и на любом рынке спекулянты никуда не денутся, но я предупреждаю их, что они будут хныкать. Они уже хныкали в апреле. Когда ОПЕК заявил о сокращении добычи, я не должен раскрывать свои карты, я не игрок в покер. Но я просто скажу, что им лучше поостеречься. Конец цитаты. Вот что за счеты такие у Саудовского принца со спекулянтами? Расскажите, пожалуйста. Но это давнее соперничество. Был вот не так давно, примерно до 2020 года, период, когда цену нефти на рынке в основном определяли не нефтедобывающие государства, не ОПЕК, не какие-то союзники ОПЕК, а игроки бумажную нефть. То есть на финансовом рынке торговались и торгуются по-прежнему разные деривативы. Это фьючерные контракты, фьючерсы, это форвардные контракты, это различные ставки на спреды между ценой. Но много разных бумажек, которые в основном на каких-то заявлениях, на продаже крупной партии вот этих бумажек. Вдруг цена нефти подскакивала, падала и так далее. И это в конце концов настолько стало раздражать ОПЕК и других участников этого рынка с физическими объемами нефти, что они вот начиная с 2020 года стали очень активно себя проявлять. Они возвращают себе контроль за состоянием рынка, за балансом спроса и предложения. Если они чувствуют, что нефти становится больше, чем способен мир поглотить, то они сокращают добычу. Не для того, чтобы цена взлетела. Да, это побочное явление для этого, на рынке так и происходит. Но для того, чтобы не допускать или дефицита, или перебора с предложением нефти. Вот как работает сейчас ОПЕК и ОПЕК+. И заявление принца Абдель Азиза, оно как раз свидетельствует о том, что вот он это прекрасно понимает и предупреждает спекулянтов на финансовом рынке, что рычаги манипуляции, рычаги воздействия на рынок, они в руках тех, кто нефть добывает. Вот эти страны могут увеличить, могут сократить добычу, могут оставить свои квоты на добычу на прежнем уровне. И вот, ну это просто заявление, ребят, вы там заигрались, а на самом деле мы, все инструменты в руках вот у нас, а не у вас. Вот что значит это заявление. Правильно можно ли интерпретировать это заявление как угрозу в очередной раз снизить добычу? Нет, нет, ни в коем случае. Я думаю, что сейчас предсказывать это рано, как поведет себя ОПЕК+, вот на ближайшем заседании. Пока большинство наблюдателей сходится в том, что скорее всего квоты на добычу оставят на прежнем уровне. Вот по какой схеме работали, по такой и будут работать. Потому что на рынке сейчас очень много противоречивых надежд или опасений. То по поводу того, будет ли какая-то рецессия, что произойдет с американским долларом, с американским долгом, с темпами экономического развития в Китае. То есть вот куда мы не посмотрим, везде какие-то факторы, которые могут оказать влияние на рынок. Или на повышение, или на понижение. Я недавно прочитал очень большой такой вот замечательный анализ того, что происходит с ценами на нефть. Который вот если выкинуть из этого анализа все, что там есть, это очень хороший, уважаемый мною аналитик. Там сказано следующее. Нефть может подорожать, но может и подешеветь. Вот все. Поэтому предсказывать это не имеет никакого смысла. Посмотрим, что сделает ОПЕК. Они, я думаю, постараются не раскачивать лодку, не нарушать. Но вот сейчас относительная стабильность на рынке наблюдается. Потому что есть неизвестные факторы. В Соединенных Штатах могут начать массированную скупку нефти для пополнения своих стратегических резервов. Резервы очень здорово опустошились в результате активности Соединенных Штатов по поддержанию рынка. Вот что сейчас произойдет, опять никто предсказывать совершенно не может. Но в ОПЕК, насколько я знаю, за ситуацией следят очень и очень пристально. И, в принципе, те главные актеры в этом альянсе, то есть Саудовская Аравия и ее партнеры по Персидскому заливу, они способны и повысить добычу, и сократить добычу, даже без решения ОПЕК и ОПЕК+. Вы говорите, что рычаги воздействия на ситуацию на рынке находятся в руках ОПЕК, в частности Саудовской Аравии. Как поменялась эта ситуация с возникновением вот этого огромного рынка, такой серой российской нефти? Это дополнительный рычаг воздействия на спекулянтов в том числе? Или это мешает Саудовской Аравии? Ну, объемы российской нефти на глобальном рынке, они не сильно выросли. То есть вот добыча российской нефти, она даже немножко сократилась. Потому что измеряется воздействие нефти, добываемой в конкретной стране, объемами добычи, а не объемами экспорта. Почему? Потому что, ну хорошо, вы добыли нефть, вы часть ее экспортировали, но часть она была переработана и использована внутри данной страны. Поэтому ОПО добычи, Россия не увеличивает добычу. Да, она несколько нарастила объемы экспорта, но на общее состояние рынка, потребление и предложение, вот это увеличение, оно практически никакого воздействия не оказало. Наоборот, мы видим, что в России сокращается добыча нефти, пообещают сократить чуть ли не на полмиллиона баррелей в сутки. На самом деле, ну, пытаются подсчитать, но поскольку в России сейчас засекретили всю статистику по нефтяной отрасли, насколько вот упала добыча, подсчитать сейчас невозможно. Кто-то говорит, она вообще не сократилась, потому что объемы экспорта остались прежними. А с другой стороны, мы видим, что внутреннее потребление сократилось, поскольку нефтеперерабатывающие заводы эту нефть не получают для переработки. Поэтому, ну, Россия примерно, вот сколько она может нефти добывать, вот столько она сейчас добывает. И быстро отреагировать на какое-то изменение политики ОПЕК+, взять, нарастить быстренько добычу или сократить быстро добычу, Россия сейчас не в состоянии. Вот идет активная эксплуатация тех промыслов, которые сейчас, которые давно введены уже в эксплуатацию. Вот они работают на то, чтобы выбрасывать на поверхность как можно больше нефти вот в нынешних обстоятельствах. И вот увеличение экспорта России на общий мировой баланс, ну, никак не сказывается. Надо смотреть на сокращение добычи, а не на увеличение экспорта. Продолжая тему Ближнего Востока, еще одна интересная новость. Дело в том, что Китай, китайские компании и правительство повстанцев, хуситов в Йемене подписали договор о разведке нефти в этой стране. И вот здесь вопрос, насколько вообще ожидаемо это событие, что Китай пойдет ради, в общем, дешевые или выгодные для себя сделки по покупке нефти, пойдет на контакт с правительством хуситов? Ну, я не вижу здесь никаких проблем. Вы посмотрите, китайцы замечательно в экономическом плане сотрудничают с любыми режимами, с любой репутацией. Когда китайцы налаживали сотрудничество с движением «Талибан» в Афганистане, с малоприятными режимами в Судане и в Южном Судане, то есть они проникали туда, где только можно. Если есть возможность китайским компаниям заработать, они туда идут. Мало того, они обставляют всех других, они предлагают наиболее выгодные условия для конкретной страны, ну, будь то Афганистан, будь то Йемен, будь то Южный Судан. И вы посмотрите, вот я недавно видел схему Африка где-то несколько лет назад, где было экономическое проникновение Китая и китайских компаний. Сначала их было несколько штук, а сейчас практически вся Африка закрашена одним цветом, потому что ее постепенно прибирает к рукам Китай. Китайцы не придут туда, где им грозит, ну, как бы, регулирование или куда их, где им не дадут те условия работы, которые нужны. Вот я помню, это замечательный был случай, когда долго уговаривали вице-премьера китайского согласиться на проект «Алтай». Это газопровод, который очень «Газпром» хотел построить из арктической зоны, с Ябальского полуострова через китайскую границу в промежутке между Казахстаном и Монголией. А китайцы сказали, вы знаете, да, мы согласимся, но это должен быть интегрированный подход. А что такое интегрированный подход? Они говорят, есть три условия, очень простые условия. Первое. Китайским компаниям надо разрешить разведывать и добывать газ на территории России. Второе. Китайским компаниям нужно разрешить строить газопроводы на территории России. И третье. Китайские компании должны иметь право экспортировать свою долю продукции газа, добытого на территории России. Все три условия абсолютно были неприемлемы для России и китайцы не входят ни в какие проекты по добыче на российской территории. Вот не хотят они туда входить, условия не устраивают. А скажем в Туркменистане, куда Газпром никак не мог попасть, потому что Туркменистану что-то другое было нужно, ограничивали приход иностранных инвесторов на месторождение газа на суше. Китайцы сказали, вы знаете, мы вам первое дадим денег на очень выгодных условиях и второе мы вам построим газопровод от вас в Китай. Что не мог сделать Газпром? Ни деньги, ни газопроводы там все время подводили своими обещаниями туркменов и Туркменистан пошел на сотрудничество с Китаем. Также в точности в любой другой стране, куда приходят китайцы, они выдвигают очень выгодные условия для режима, независимо от того, симпатичный этот режим или не очень симпатичный. А затем получают гигантскую прибыль, потому что они работают на тех условиях, которые сами для себя и придумали. То ничего необычного в работе китайцев в Йемене нет. Еще одна интересная тема. Предлагаю несколько в сторону уйти от привычных нам тем. Здесь скандал у нас настоящий. Экоактивисты ворвались на годовое собрание акционеров компании Shell, попытались взять штурмом сцену. В итоге совет директоров был вынужден позвать охранников. Охранники выстроились живой цепью, чтобы защитить топ-менеджеров компании. Протестующие скандировали Go to hell Shell. Shell отправляется в ад, кричали, пели. В общем, протестовали они против, точнее требуют они от нефтегазовой компании сокращение эмиссии углекислого газа. Михаил Иванович, к вам вопрос. Вот в этом противостоянии экоактивистов и могущественной нефтяной корпорации вы на чьей стороне? На чьей стороне ваша симпатия? А тут нет особых причин быть на чьей стороне. Мне очень не нравятся зеленые со своими выходками, которые часто напоминают просто секту, где особо не понимают, что они делают. Но надо вот куда-то бороться, за что-то бороться. Я вижу сейчас в обсуждениях и даже уже отчасти в решениях руководства крупнейших нефтегазовых компаний мира, таких как Shell или ExxonMobil, начинается серьезное беспокойство по поводу того, что по всему миру, и в том числе в этих компаниях, идет некоторый перевес объема инвестиций в зеленую энергетику за счет сокращения или сохранения на прежних уровнях инвестиций в добычу ископаемых углеводородов, то есть нефти и газа. Вот сейчас, по последним данным, в мире на каждый доллар инвестиций в разведку и добычу нефти и газа приходится 1 доллар и 70 центов инвестиций энергетических компаний в зеленую энергетику. Ветер, солнце, водород и так далее, и так далее. Что породилось сейчас ожидание того, что слишком бурные инвестиции в возобновляемую энергетику приводят к сокращению инвестиций в добычу нефти и газа, и в обозримой перспективе нефти и газа будет не хватать. Просто вот идет такое движение на зеленое опережение этого, игнорируются возможности еще добычи газа, добычи нефти, которые все-таки еще долгое время будут нужны миру. И эти две компании, они не просто стали задумываться, а стали ставить перед своими советами директоров задачу, давайте-ка мы предотвратим, возможно, вот такой дефицит будущий и больше будем вкладывать в ископаемые энергоносители. Да, скандалы-то они будут, естественно, и люди, одержимые зеленым движением, они, в общем-то, продолжат свою деятельность, но я хочу констатировать, что серьезные компании видят опасность ускоренного развития ветер, солнце, водород и все остальное, опасность в том, что слишком быстро и слишком мало может оказаться того же самого газа для того, чтобы выступить в роли транзитного, переходного энергоносителя, пока уж вся энергетика не станет зеленой. Уже сейчас я вижу уже несколько серьезных исследований, которые показывают, что вот цель, поставленная к 2050 году, полностью избавиться от углеродного следа в энергетике, она не может быть достигнута, вот ее не получится. А поэтому нужно вкладывать деньги не только в зелень, а еще и в грязную энергетику по-прежнему. К сожалению, должен это констатировать. Ну вот нужно вкладывать деньги в грязную энергетику, в нефтегаз, при этом ExxonMobil как раз хотел с вами обсудить новость, вложилось, купил участок в штате Арканзас в США, чтобы добывать там литий, который, как известно, используется для аккумуляторов, в том числе электромобилей. Вот здесь тоже необходим комментарий, зачем это нужно Exxon, почему они не только нефтегаз их интересуют, и там зеленая энергетика, но еще и литий. Неожиданно ли? Деньги, совершенно, есть возможность вложить деньги во что-то, что сулит прибыль. Да, есть перспектива того, что лития может не хватать. Главные производители лития в Южной Америке, в Китае, например, но маловато такие. Вот это все монополизировано, и где-то нужно получать дополнительные источники этого элемента химического, поскольку за это будут хорошо платить. ExxonMobil иногда тратит деньги не там, где эти деньги сулят быструю прибыль, но с перспективой далекой. Ну вот вы посмотрите, был такой момент, когда ExxonMobil вдруг в России, в компании в этой решили, давайте вот 3, почти с половиной, 3,4 миллиарда долларов вложим во что? В поиск нефтегазовых месторождений на двух акваториях, это Черное море и Карское море. Но никто не собирается сейчас в Карском море организовывать добычу нефти и газа. Они для того, чтобы любопытство обуяло эту компанию. Давайте посмотрим, а есть там что-то вообще такое, что, может быть, в далеком будущем заслуживало разработки. И они начали тратить, вошли в блок с Роснефтью, пробурили скважину в Карском море за огромные деньги. По-моему, 650 миллионов долларов, это только одна эта скважина, которая не оправдалась. Ее пришлось закрыть, потому что ударили санкции в 2014 году, а ничего не было доказано. То есть скважину даже не успели испытать, но в принципе она там ничего не нашла, вот эта скважина. Но любопытство, оно иногда для таких компаний, у которых есть лишние деньги, ну лишние в кавычках, оно работает как фактор того, чтобы на будущее начинать вкладывать даже в не самые профильные проекты для этой компании. Да, литий – это перспективное направление и может принести прибыль. Вот возвращаясь к зеленой энергетике, еще одна важная новость. Норвежская энергетическая компания «Эквинор» заявила в понедельник, что временно ставит на паузу свой проект морской ветроэнергетики под названием «Тролльвинт». Почему она ставит на паузу? Что случилось? Что пошло не так? Ну, в Норвегии есть несколько проектов ветроэнергетики. Есть успешно продвигающиеся вперед. Это морская плавучие турбины, ветротурбины, которые должны на довольно большой акватории моря производить электроэнергию и доставлять ее кабелем на берег. А вот этот проект, которым занималась компания «Эквинор», он получил не отрицательное заключение, но очень интересное заключение от экспертов, которые были приглашены, в том числе правительством, чтобы оценить техническую сторону этого проекта. Да, согласились эксперты, это все было опубликовано, это незакрытая какая-то информация, этот отчет можно посмотреть в Норвегии. Они пришли к выводу, что да, технически этот проект осуществим, но в норвежских условиях выработанная на этом проекте электроэнергия будет неконкурентоспособна с другими источниками электроэнергии. В Норвегии, как мы знаем, большая часть энергии вырабатывается на гидростанциях, и стоимость ее, этой энергии, гораздо меньше, чем себестоимость энергии на ветроустановках, которые предполагали разместить в компании «Эквинор». Ну а раз такое, ну в общем-то зачем, в принципе, на такой проект можно соглашаться, когда будет не хватать электроэнергии, полученной дешевым образом. И тогда уже надо получать более дорогую электроэнергию. А когда посмотрели, она будет нерентабельная, не потому, не в мировом плане нерентабельная, а в норвежских условиях, где есть более дешевая энергия. Поэтому решили поставить на этом временно крест. Михаил Иванович, спасибо вам за этот комментарий. Спасибо. Вам спасибо и всего доброго. Всего доброго. Это был Михаил Иванович Крутихин. Это была программа «Труба» на канале Ходорковский лайф. Меня зовут Кирилл Седов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!